Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос содержит некоторые ошибки, текст вопроса содержит некоторые ошибки, немного сбивчивые, поэтому то, что я буду читать, вот, к сожалению, может быть не совсем, так скажем, ну, понятно, да? То есть текст может казаться несколько неясным, вот. Это связано с тем, вероятно, что автор вопроса писал, будучи на эмоциях, очевидно, потому что нет ощущения, что человек всегда пишет так. По крайней мере, у меня такого ощущения не возникло. У меня возникло больше чувство, что человек находится в определённом эмоциональном состоянии, и, соответственно, оно это самое эмоциональное состояние. в данном случае, ну вот, если можно так выразиться, да, не позволяет человеку чувствовать, ну, как бы мыслить весь, скажем так, несколько адекватно. Итак, жена меня никогда не любила, а я её люблю. Безответно, любовь давно уже изучал вопрос проблемы отношения с женой, в итоге пришёл к выводу, что о любовь, да? То есть вот, тут вот, ошибки. Из-за чего не совсем понятно, к сожалению, что хочет сказать автор. У нас ссоры постоянные были, у нас ссоры постоянные были дети. По всем вопросам я сейчас понял, что это была моя попытка получить от неё внимание, а требование оценить себя. Сейчас у нас предразводный период, предразводный процесс, интима нет, никаких отношений как мужчина и женщина нет. Нет. И даже общения нету так, привет-пога, только по детям, как чужие. Ну, вообще, в бракоразводном процессе обычно так и бывает. В общем, ситуация такая, что я планирую съезжать. Держит меня следующее. Денежный вопрос. Зарплата всего 70, если жену запребрать, это будет 90, но не хватает. Лечение детей. Оба дезартреи, соответственно, нужны деньги ежемесячно. Тут получается лишний расходы на съёмки и на жильё. Но, назрел уже момент, уехать, ибо я чувствую, что не хочу больше вкладываться в жену и в быть только детям, и всё. Продукты домой по большей части я покупаю, меня даже это, даже это раздражает, ибо она экономит на своих отделках, детям не вижу, чтобы что-то покупала или тратила на походы, на развлечения. В связи с этим я стал отдавать ей половину денег своих на детей и умыл руки. Сам, когда с ними провожу время, то трачу из своего кармана. В общем, явно понятно, что и так, если я так больше не могу, чувствую, что меня использует она. Спасибо всем за внимание. Ну, в первую очередь здесь, конечно, не совсем понятно, за что вы благодарите. То есть, ну, вы, как бы, в данном случае, да, конкретном случае, не задаёте вопрос. Вот. Чего вы хотите от психолога, в данном случае тоже не ясно. Вот. То есть, мне кажется, что первое, что вам нужно сделать, дабы, вот, ситуацию несколько конкретизировать, это сформулировать свой запрос, чего вы хотите от специалистов. Ну, то есть, вот вы обратились к нам за помощью, да, допустим. А хотите-то чего? Чего? Да, у вас конфликт, да, у вас бракоразводный процесс, и это нелегко. Вот. Это я понимаю. А если вам нужна помощь в том, чтобы прожить травму развода, в этом мы вам поможем. Мы в этом вам можем помочь. Если вы хотите гармонизировать отношения со своей женой, даже на этом этапе, то тоже можно, можно сделать. В этом тоже вам можно помочь. Можно помочь. Если вы хотите разобраться в себе, то тоже можно оказать какую-то помощь. Потому что тоже можно вам, в принципе, посодействовать. Я не вижу никаких причин для того, чтобы это было невозможно. Вот. Единственный аспект, это аспект того, что вы хотите. Потому что у меня, например, сложилось такое впечатление, что вы больше степени жалуетесь здесь, нежели чем реально нацелены решать проблему. Вот. Конечно, первое, на что хочется обратить внимание, это то, что вы любите того, кто не любит вас. Это история не про любовь, ну вот, вопреки тому, в какой степени, да, что вы написали. Это история больше про попытку доказать себе, что вы достойны любви. По большому счёту. Но я думаю, что вы сами уже, вот, в какой-то степени понимаете, что это результат того, что вы себя не любите. По большей части. То есть вы обесцениваете себя, да, вот. А у другого человека требуется в какой-то степени, вот, подтверждение того, что вы хорошие, того, что вы, там, достойны любви и так далее. То есть это невротическая, в данном случае, тенденция такая вот, невротическая мотивация, если можно так выразиться, быть в отношениях. К сожалению. И, на мой взгляд, на мой взгляд, если с чем-то и работать, да, если с чем-то и работать, то, в первую очередь, вот, с этим аспектом. То есть, ну, то есть, вот, с аспектом того, что вы себя как-то вот обесцениваете. С аспектом того, что вы к себе относитесь, ну, как-то вот, мягко говоря, не очень хорошо. Вот, вот, соответственно, то, что я бы здесь мог вам сказать. Поэтому, в первую очередь, на что вам нужно обратить свое внимание, как мне кажется, это на то, как вы к себе относитесь и что вы, вот, в себе не принимаете. Что вы в себе не принимаете, да, и по какой, в данном случае, ну, причине, да, по каким, в данном случае, основания вы себе это не принимаете. Ну, вот, то есть, что, грубо говоря, у вас такого, что вам, вот, постоянно требуется внимание, постоянно требуется, ну, подтверждение, как бы, того, что, ну, что вы, там, хороший, что вы достойный и так далее. Вот, это очень важный аспект, на который, в данном случае, нужно, прямо-таки необходимо обратить вам свое внимание. Следующий момент, это вопрос того, как вы реагируете на проблемы. Как вы реагируете на проблемы, как вы справляетесь с проблемами, как вы решаете проблемы. Дело в том, что, на мой взгляд, ситуация, на мой взгляд, ситуация такова, что вы, ну, вот, как бы, с одной стороны, как будто бы, берете на себя слишком много, вот, в какой-то момент, да, устаете от этого, от того, что, вот, ну, берете на себя слишком много, что, в принципе, более, более чем нормально и более чем реально, вот, и идете в другой полус. То есть, то есть, вначале вы все делаете для кого-то, там, для жены все делаете, для детей, например, все делаете, то есть, по сути, жертву это с собой, да. Вот. Вот. И я даваю отсчет в том, что, как бы, не только вы участвуете в, ну, вы с вами не отношаетесь, но и, как бы, другой человек тоже это делает. И вы встаете, вы встаете, вы встаете, копится, копится недовольство, копится обида, копится неудовлетворенность, копится. Вот. И, соответственно, потом вызрывается. Вот. Эммм. Почему так происходит, да? Почему так происходит? Так происходит потому, что вы к себе невнимательны. То есть, вы не чувствуете, когда, условно говоря, нужно, вот, сказать себе, скажем, ну, гипотетически, да, когда себе нужно сказать, там, стоп, например. Вот. А что бы тебе нужно сказать? Потому что, если не останавливаться, да, то можно, в принципе, получать на постоянной основе, эмммм, такие вот щелочки. Вот. И то, о чем вы говорите, это история, как раз таки, про эти самые щелочки. То, о чем вы, то, о чем вы пишете, это как раз таки история про, вот. То есть, вы находитесь в, эмммм, постоянной, эмммм, потребности в любви. Вот. А не получаете эту любовь. Ну, вам кажется, что вы можете, эмммм, что-то сделать для того, чтобы ее получить. Ну, как-то вот это не получается. И, глобально, история здесь про то, что вы очень сильно себе не доверяете. Глобально здесь история про то, что вы на себя, эмммм, не полагаете. Как, как, как я, как я уже сказал. Вот. А, вот, как-то так. А, дальше, значит, эмммм. Вот вы говорите, что у вас, эмммм, сейчас бракоразводный процесс. Но при этом вы говорите о том, что вот нет интима, нет общения. Я могу, я могу ошибаться, но вы это говорите в довольно интересном контексте. Вы это говорите в контексте того, как будто бы, что это должно быть. И, честно говоря, для меня это несколько странно, потому что, ну, на всем основаны ваши ожидания того, что это должно быть, если вы, по сути, находитесь сейчас в развод, ну, в бракоразводном процессе. То есть все. Эммм. Как бы вы и ваша жена, как я понял, эммм, решили, что уместить быть больше не хотите. Не хотите. Вот. Так откуда же, эммм, здесь взяться, эммм, вот этой вот истории? История о том? Да? История про то, точнее. Чтоб у вас появилось, эммм, ну, общение. Откуда здесь это взяться? Ну, совсем понятно. Вот. Поэтому я бы еще поработал бы в этом смысле с вашими, с вашими ожиданиями. То есть, с ожиданиями того, чего вы ждете от себя от другого человека. Вот. Потому что вполне возможно, что ваши ожидания в какой-то степени искренны. Вот. Искренны. Вот. Это, безусловно, не ваша вина. Вот. Никто вас не винит. Поэтому на всякий случай я сделаю на этом акцент, что вас никто не обвиняет. Вот. И просто вот то, что вы описываете, да, это вот в известной степени, эммм, такой вот, ну, можно сказать, запрос. Запрос. Это запрос на психотерапию, на самом деле. Вот. Вот. Но не совсем понятно, готовы ли вы ей заниматься. Вот. Потому что у вас нет вопроса, эммм, вы говорите, что, ну, что вроде бы вы изучали какой-то вопрос, да, то есть изучали вопрос, там, безответно, например, любви и так далее. Вроде бы вы это изучали, но, эммм, как бы, к чему пришли, вот, не совсем в данном случае понятно. То есть обратите внимание, да, ээээ, я в основном, сейчас, эээ, задаю вам вопрос, да, я не отвечаю вам. Почему? Эээ, потому что, эээ, потому что, ситуация, которую вы описываете, не проясняется в полной мере. Вот. И здесь очень легко, как мне кажется, очень, очень легко ошибиться, очень легко совершить ошибку. Ошибку в интерпретации того, что с вами происходит. Этого делать мне бы не хотелось. Мне бы не хотелось, эээ, совершать подобную ошибку. Что, на мой взгляд, эээ, все-таки нужно быть, эээ, профессиональным, да, еще, эээ, как бы, эээ, субъектом деятельности. И если вы обращаетесь к, эээ, специалистам, то, например, я стараюсь максимально, эээ, профессионально вам отвечать. Вот. Но профессионализм – это не, эээ, сухое следование каким-то правилам. Я бы здесь, эээ, профессионализм больше, эээ, воспринимал, как ответственность. Да, то есть, вот, допустим, моя личная ответственность там, ну, перед вами, к примеру. Вот. И у меня к вам вопрос. А у вас ответственности, эээ, перед собой за решение проблемы присутствуют? Вот. У вас ответственность перед, эээ, перед самим собой за решение проблем есть? Эээ, ну, если, там, предположим, не ради себя, да, а если, предположим, ради ваших детей, которые, вероятно, страдают из-за, эээ, того, что происходит с вами, ну, ну, и между вами, как бы, между вами лично и вашей женой, да, то есть, дети все это чувствуют. И в этом смысле, в этом смысле я бы не сказал, что их болезнь – это что-то случайное. Эээ, ну, вполне вероятно, имеет, ээээ, скажем так, ээээ, психосоматические основания. Вот. Что точно довольно, довольно печально в этом смысле. А вот. На этом все. Я надеюсь, что самок вам пишет для размышления вам дан. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Спасибо.